Поскольку я заметил, глубокое недопонимание у вас в движениях, поэтому давайте мы тренировываем свои движения, как мы должны работать. Это практически все идет из восточных наборств, кое-что там, интервью с вами взял. Смотри, как мне лучше ставать, боком вот так, да? Лицом к нему. Это Татьяну не видно. Ничего страшного, просто мне не видно. Нет, я вон, это, тут. А Татьяну сдвигайся тогда вот ближе к Татьяне, которая в белой майке. Тебе будет тесно будет. Не-не, ну вот так вот нормально. Да-да-да, вот так вот. Все сбудется. Значит, смотрите, по-разному в разных школах единоборств это столько называется. Там я учился в китайской школе, у нас называлась Мабу. Ну, сначала мы стоим просто ровно, да, на ширине плеч и ноги. Далее мы ногу отставляем вот так вот, как бы две ширины плеч. У нас получается между ног. Столка жилась на параллельном друг к другу. Параллельно получилось? Ну, пойдем. Теперь присаживаемся ниже. Да, либо кибодача, да, вот называется. Или, как она там по-русски, стойка лучника, всадника. У тебя всадницы. Да, и знаете, в чем прикол? Мы можем, не сможем не поставить толку, пока не представим, что мы сидим на некотором мячике. Вот, например, до пола объема. Представьте, фитбол. Видели, да, наверное, такие вот? Большой мяч. И мы, как бы, на нем сидим, и так немножко пружинем. Спина прямая. Таз не назад, а вот так, вот ровно под нами. Вперед немножко, вот, даем таз. Нет, ты слишком перед впадал. Чуть-чуть глубже сядь. Глубже сядь. На ноги, вниз. Вниз. Колени в стороны. Так. Вот только Максим колени в сторону не делал. Сейчас моментально. Колени шире, как можно шире колени. Тогда нам будет легче стоять. Если неудобно ноги параллельно держать, можно их развернуть по 30 примерно, с 30 раз и друг другу. Вот по вот этой оси. Чувствуете? Стоп. Стоп чуть-чуть. Вот, долго мы на ней не посидим, поэтому так вот немножко маневрируем, присаживаемся. Далее. Мы смотрим наш центр энергетический. Вторая чакра. Ой, как она там? Точка Дантьянь в китайском называется. И по японской. Как она там? Молошка нижняя, потом всякие сарара. Будем. 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 Точка Гудлина, да. Точка Гудлина. Это примерно, ну, где-то посередине от пуха до нашего лобка. Либо можно на ширину ладонью каждого. Четыре пальца поставляется, да? И примерно тут ниже. Туда мы мысленно опускаем свой центр и тяжести, и центр нашего мыслительного процесса, и центр нашей работы, и центр нашей энергетической, откуда исходит вся энергия, которую мы даем сами себе в этом процессе в наши руки. И это действительно так, потому что энергия, в данном случае у нас механическая. Чакры, если мы дальше будем развивать, они там больше другие, там творческие, чакры любви и так далее. Сейчас нам они не нужны. Нам нужна чакра в нашем материальном мире. Возле ее, давай, вот, ты правильно держишь, руки только довольно открытые. Наполняем ее энергией оттуда. Чувствуем эту энергетику. Кому неудобно глубоко стоять, Машка, а лучше. Только все-таки коленки сгибай, Машка, сгибай, да, люди. Чувствуем наполнение энергии, и как бы начинаем дышать из этого места. Представляете, что вы так делаете из этой точки? При вдохе тело наполняете энергетикой. Выдыхаем из-за носа через эту точку, да, и руки на шпичной расходятся, вот, молодец, Максим, сразу почувствую, что она дает. Привязываемся. Да. Да, это упражнение я сейчас очень коротко рассказываю. Ну, в разных школах они по-разному преподаются, одни есть. И, ну, с разными рассказаниями. Сейчас мы на них не будем крикаться. Теперь вот этими руками, да, начинаем, как бы, эту энергию раскачивать. Из себя, и шире. Распространяем вот этот центр наш энергетический, который находится ровно между позвоночником, на нашем животном, где-то там в глубине, в середине. Мы этот шарик, энергетический, какой-то такой энергетический сгусток, стараемся от себя немножко расширить. Больше сделаем его. До размеров. Уже, наверное, фитбола у нас, да? Он раздался. Можно дальше. Дыханием его раздвигать. До размеров... Двух метров уже, прям. До размеров комнаты. Дышите, дышите.